Но не знаю, дождёмся мы этой бытовки, не дождёмся и будет ли у нас там комедия разыграна новая или не будет. Но почему-то мне кажется, что комедия будет ещё и не такая, потому что если это сценарий и Баба Галя работает по сценарию, то... Всем огромный-преогромный привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Ну и как всегда, огромное спасибо, что смотрите меня, что пишете комментарии, также что ставите лайки и подписывайтесь. И ещё одна благодарность. Всем огромное спасибо, кто сегодня был со мной в прямом эфире. Мне было очень приятно с вами, как всегда. Чувствую себя как в домашней обстановке и обещаю, что такие эфиры буду проводить чаще. Ребят, и сегодня, да, у нас тема про Бабу Галю. Хотела немножко раньше снять это видео, но замоталась и забыла. В общем, на просторах Ютуба попал мне очень интересный комментарий. Возможно, он у меня тоже где-то был, но я как-то, наверное, не обращала на это внимания. Я не знаю, писал человек, который что-то знает о Прокопьевске и про Бабу Галю, либо не знает, но мне показался этот комментарий достаточно интересным. Послушайте, я его вам зачитаю. Здравствуйте! Вы правильно говорите, но вношу пояснение для тех, кто ещё ничего не понял. Улица, на которой жила Галина, всю снесли, потому что расширяют угольный карьер. Всем, кто был прописан на этой улице, город выделяет квартиры. Ей тоже выделяют. Всё, что показывают блогеры, это сплошная ложь. Зачем ей покупать или строить дом, если город ей даёт квартиру? Ответ очевиден. На этом придуманном сценарии поднять просмотры и заработать денег. Вот такой интересный комментарий. Он был написан где-то уже, наверное, месяц назад. И, возможно, у меня он тоже проскальзывал. Если да, то напомните мне об этом. Вот всё-таки интересная какая-то информация, правда? Как-то уже обсуждалось, что Бабе Галли то ли деньги выделили, то ли жильё, но толком мы ничего не знаем. Но, опять же, если эту улицу расселяют, то, понятное дело, что Бабе Галли должны были тоже что-то предоставить. Тогда, на самом деле, напрашивается вопрос, а зачем бытовка, куда бытовка и для кого бытовка? Вот это мне непонятно. И если действительно оттуда все дома уберут, то бишь их снесут и всех людей расселят, то тогда Баба Галля что её, эту бытовку с собой в квартиру понесёт? Вот я не знаю, я прям не знаю. Постоянно, знаете, проскальзывают какие-то интересные сообщения. И вот хотелось бы, конечно, в точности знать, что это пишут жители Прокопьевска. А не так себе кто-то написал, чтобы какую-то посеять смуту. Но также мне где-то тоже выписали, что Андрей вроде бы говорил, что бытовку оформил на себя. Странно тогда, но не Андрей уже собирали средства на бытовку, а собирали, побегали. Опять какие-то нестыковки. В общем, нестыковок куча. Дальше пишут комментарии очень много. То, что бытовка уже давно стоит в кустах. И Баба Галля ходит по Прокопьевску и бубнит, что ей высылали много денег. И ей не нравится эта бытовка. А деньги высылали на дом. И я теперь представляю, что нам стоит ожидать от Бабы Галли в сторону мальчиков. И теперь мне уже их становится жалко, что они всё это затеяли. И затеяли весь этот спектакль. И Баба Галля теперь от них точно не отстанет. Но если у неё есть квартира или ей выделят квартиру, то тогда весь сценарий раскрыт. Просто мальчики решили тогда поднять рейтинг своего канала, увеличить просмотры и также получить какие-то средства. Но для кого? Для Бабы Галли или для себя? Опять же, непонятно. Ребят, напишите, что вы думаете по этому поводу. Ну, просто интересно мнение других людей. Я, если честно, даже уже не знаю, что и думать. Всё мы передумали. Но сегодня какое у нас уже число? Ребят, у нас уже шестнадцатое число, а бытовки нет. Её обещали десятого. Потом что-то немножко показали, обзор бытовки, что якобы она ещё не сделана. А ещё до этого было написано, что она уже стоит в кустах. Но вот где правда? Ну, где люди из Прокопьевска, которые могли бы реально открыть глаза? Почему они не зайдут и не напишут? Ну, создали бы на самом деле какой-то, знаете, левый профиль на YouTube-канале и написали бы хотя бы что-нибудь. Но, опять же, с такого же левого профиля могут написать и хейтеры, и просто люди, которые любят сказки сочинять. Опять же, и здесь может быть ложь. Но, не знаю, дождёмся мы этой бытовки, не дождёмся, и будет ли у нас там комедия разыграна новая или не будет. Но почему-то мне кажется, что комедия будет ещё и не такая. Но если всё это по сценарию, и Баба Галя работала по сценарию, то она от мальчиков не отстанет. И это будет действительно какая-то комедия, трагикомедия, ребята. В общем, я уже не знаю, что здесь думать и чего ждать, но мы всё ждём и ждём. Ну, понятно, что были похороны, и ребята были заняты похоронами, но хотя бы словом бы обмолвились про бытовку. Но как-то всё шито-крыто, и стоит ли она в кустах, или она уже на куриных ножках сбежала от Бабы Гали. Очень интересно, ну очень. Мальчики, когда будет бытовка для Бабы Гали? И покажите, пожалуйста, сколько она стоит. Уже говорили, что материалы подорожали. И если, по-вашему, она около 200 тысяч стоила, то, наверное, сейчас уже 300. Ну ладно, вы нам хотя бы покажите. Мне тоже, допустим, интересно знать, сколько в России стоит такая бытовка, чтобы её изготовить. О том, что её купить можно и за 70 тысяч. Ну, в общем, до 100 тысяч точно. Но мне интересно, сколько новенькую сделать. Поэтому покажите нам обязательно её стоимость. Ребята, у меня всё. Пишите свои комментарии, пишите своё мнение, что думаете вы. И, возможно, кто-то ещё владеет какой-то интересной информацией. А это было моё личное мнение. Хотя я сама не знаю тут, о чём думать. И мне, наверное, так же интересно всё о бытовке, как и вам. Поэтому жду ваших комментариев. Не забывайте ставить лайк. Кто не подписан, подписывайтесь на мой канал. Всем добра, позитива, улыбок. И, главное, мои хорошие, ну, вы знаете, это здоровье. Берегите себя и своих близких. Всех виртуально обнимаю. Всем пока. Берегите себя и своих близких.